Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Хабаровском крае ниже уровня эпидемического порога на 6,5%. На прошлой неделе этими инфекциями заразилось 7208 человек. Разумеется, речь идет о тех, кто обратился в медучреждение. Правда, стоит учесть, что многие россияне, наверняка хабаровчане, тоже в их числе, переносят заболевания на ногах. Если это не грипп, который буквально валит с ног, а ОРВИ, или, как у нас принято говорить, простуда, то три четверти россиян не оформляют больничное, а ходят больными на работу. Таковы данные свежего опроса с сайта работа.ру. Так что реальное количество заболевших может быть несколько выше. Что касается гриппа, то на данный момент лабораторно подтверждены 8 случаев. Из них 2 случая гриппа А, H1N1, так называемого свиного. Остальные это грипп А, H3N2. Его еще называют гонконгским. Ну, будем надеяться, что большого всплеска заболеваемости удастся избежать. Но в разгаре череда утренников корпоративов массовые праздники продлятся всеканикул, а это всегда рассадка вирусов. Никому не хочется встречать Новый год с температурой, больным горлом и текущим носом. Как не подхватить ОРВИ, как действовать, если заболел в разгар праздников, об этом спросим нашего гостя в студии Татьяна Скорик, начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска. Татьяна Михайловна, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот такое ощущение складывается, что в этом году все-таки меньше заболевших вот и простудой, и гриппом, чем за прошлый период прошлого года. Так это или нет на самом деле? На самом деле это так, потому что в прошлые годы у нас высокий уровень заболеваемости регистрировался в декабре, и даже были случаи гриппа, ну, большое количество. То в этом году, ну, относительно благополучная обстановка, и я так думаю, что это связано в том числе и с высокой прослойкой иммунной. Мы в этом году, население получило прививки в достаточном количестве для того, чтобы защититься от гриппа, для того, чтобы, ну, предупредить быстрое распространение этой инфекции. Но учитывая, что город Хабаровск, это все-таки транзитный город, возможны завозы этой инфекции из других территорий Российской Федерации, из-за рубежа, но, тем не менее, я думаю, что опасаться не надо, иммунная прослойка достаточная. А вот погода повлияла как-то? У нас же конец ноября, начало декабря относительно теплые были. Ну, может быть, вполне возможно, потому что гриппозная инфекция, она благоприятно развивается при высоких, при низких, вернее, температурах воздуха. Но здесь еще и большое значение имеет и отношение населения к своему здоровью. Очень важно, чтобы каждый соблюдал правила личной гигиены, занимаются здоровым образом жизни, активный образ жизни ведут. Я думаю, что это все позитивно складывается. А вот недавно совершенно глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о том, что вот благодаря иммунной прослойке, такой высокой, вы сказали, в Хабаровске на 45%, в среднем по России, наверное, поменьше, но, возможно, вообще удастся избежать эпидемии гриппа в России. Что касается Хабаровска, реально ли? Вообще прогнозируется, вообще всегда, когда начинается вакцинация против гриппа, всегда есть надежда на то, что если большое количество населения получит прививки, то, возможно, мы и избежим эпидемического подъема заболеваемости. На сегодняшний день это предэпидемический период, это сезонный подъем заболеваемости, и поэтому сегодня вот таких опасений нет, что у нас прямо вот в скором будущем повысится уровень заболеваемости гриппом. Тем более, что у нас на этой неделе пойдет большое разобщение детей, каникулы, поэтому это тоже позитивно влияет на эпидемическую обстановку в городе. А вот лабораторно подтверждены в Хабаровске два вида – свиной гонконгский гриппа. Насколько эти подвиды опасны, и были ли они включены в вакцину? Ну, вообще все типы вирусов, они очень опасны, потому что они опасны своими осложнениями. То, что касается вот тех типов вирусов, которые вот сейчас зарегистрированы, компоненты от этих вирусов, они входят в состав вакцины, и поэтому те, кто получил прививки против гриппа, опасаться можно не опасаться. Ну вот впереди все-таки новогодние каникулы, очень много будут люди проводить, естественно, на свежем воздухе. И можно ли простудиться, просто замерзнув? Ну, вы знаете, ну всегда есть опасность того, что можно замерзнуть, особенно когда такие низкие температуры. Ну, самое главное в этом случае – правильно спрогнозировать вообще свой отдых на свежем воздухе. Во-первых, нужно правильно одеться, всегда контролировать ситуацию, и, конечно же, нельзя переохлаждаться. Когда человек или организм переохлаждается, это всегда есть риск возникновения вирусного заболевания, потому что снижается иммунитет. Ну вот как правильно одеться, чтобы все-таки защититься? Ну, в зависимости от того, что вы будете делать на свежем воздухе. Если это катание на коньках, если это какие-то активные виды, то в этом случае, конечно, нужно одеваться так, чтобы не вспотеть, потому что когда повышенная потливость, очень быстро можно переохладиться и простудиться. Поэтому здесь нужно смотреть, действительно, какую одежду можно использовать. Если это просто спокойные прогулки по парковой зоне, там где-то в городе, то можно одеться, вот как обычно мы одеваемся в зимний период времени. Татьяна Михайловна, ну вот скоро еще такая длинная череда не только новогодних каникул, но новогодние каникулы, связанные с событиями разными, массовым пребыванием людей, это различные утренники, спектакли и прочее, прочее, прочее. То есть, соответственно, массовое скопление людей. Как здесь защититься? Вот что можно применить? Оксалиновую массу, не знаю. Ну, вообще, любые противовирусные препараты, их сейчас очень много в аптечных учреждениях, и каждый может зайти в аптеку и купить то, что ему вот больше всего подходит, потому что там есть определенные схемы применения и так далее. Ну, вообще, я хочу сказать, что вообще нужно, нужно здесь вот целый комплекс мероприятий. Это, во-первых, иррациональное питание, вообще побольше белковой пищи, потому что белок участвует в формировании иммунитета, это побольше овощей и фруктов. Это, конечно, вот те традиционные лук и чеснок, сейчас вот каникулярный период, можно себе позволить, тоже, в общем-то, использовать их в пищу. Ну, и, конечно, побольше проветривать помещения, особенно те помещения, где массовое скопление людей, организаторы обязательно должны предусмотреть все это, обязательно должна быть уборка помещений влажной с использованием дезинфицирующих средств. Ну, вообще, я еще хочу сказать, что каких-то прямо вот ограничений по посещению утренников корпоратива быть не должно. Высокий процент населения получил прививки от гриппа, поэтому, ну, ничего не должно омрачать нашего праздника. А какие симптомы говорят о том, что уже пора вызывать, прибегать к экстренной помощи, вызывать скорую? Ну, вообще, при первых симптомах заболевания всегда нужно вызывать врача или скорую. Почему? Потому что у нас, ну, мы по-разному реагируем на те инфекции, которыми мы заражаемся. У одних это очень быстрый подъем температуры, выраженные симптомы интоксикации. Ну, а первые признаки – это могут быть температура, головная боль. Естественно, все признаки, которыми характеризуются респираторно-вирусная инфекция – это различные катаральные явления. Но самое главное, что все-таки не надо заниматься самолечением и нужно обращаться за медицинской помощью. И сегодня, в новогодние праздники, у нас и медицинские учреждения будут работать 2-го, 3-го числа, 9-го, 6-го числа. Поэтому скорая помощь работает в круглосуточном режиме, можно всегда обратиться за медицинской помощью, но не запускать. Потому что сейчас, к огромному сожалению, очень высокий уровень заболеваемости пневмониями внебольничными. Это источником их являются мекоплазменные инфекции, пневмококки и так далее, которые вызывают очень серьезные осложнения. И заболевание очень такое быстро прогрессирует, и нельзя рисковать своим здоровьем. В общем, следим за своим здоровьем. Обязательно. Не замерзаем. Чтобы праздники провести. Но самое главное, нужно еще и понять, что у нас новогодние праздники, это не только обильное застолье, это должен быть, в общем-то, активный отдых. И я вот, пользуясь случаем, я хочу сказать, что у нас 1-го числа любители бега проводят очень хорошую акцию, которая называется «Забег желаний» или «Забег обещаний». И вот я думаю, что те, кто ведут здоровый образ жизни, кто любят вот эти здоровые пробежки, они могут поучаствовать в этом мероприятии. Тяна Михайловна, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Я тоже хочу вас всех поздравить с Новым годом и пожелать всем хабаровчанам, конечно же, крепкого здоровья, добра, мира, благополучия всем. Спасибо. Напомним, нашим телезрителям в гостях у нас была Татьяна Скорик, начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска.